Это кадры с камер видеонаблюдения одного из череповецких игорных заведений. Сейчас в нем нет ни одного однорукого бандита, но еще в мае здесь ежедневно собирались сотни любителей азартных игр и оставляли весьма кругленькие суммы. В один из дней ранним утром, когда клиентов в клубе уже нет, а в кассе лежит солидная выручка, в помещении врываются злоумышленники в масках и с оружием в руках. Сначала они жестоко избивают охранника и администратора заведения, а потом забирают все деньги и ценные вещи. Точно по такому же сценарию установили оперативники, преступники ограбили еще несколько игровых клубов. Расчет был на то, что заявлять не будут, поскольку сами действуют незаконно. И действительно, при осмотрах места происшествия потом и все игровые клубы, в всех игровых клубах изымали все игровые автоматы, которые там на самом деле были незаконны. Но заявления принимались и начали поиск. По горячим следам полицейским удалось разыскать двоих подозреваемых. Они и вывели стражей порядка на своих подельников. Однако задержать их в Череповце не удалось. Преступники, почуяв неладные, пытались скрыться из города. На автомобиль они отправились в сторону Москвы. «Была дана ориентировка на задержание данной автомашины. И совместно с МВД по Ярославской области, в Ростове-Ярославском, было организовано задержание. И привезены сюда были подозреваемые». Еще одного шестого участника преступной группы полицейские задержали буквально накануне. Все это время он скрывался в Череповце и, чтобы не попасться в руки правоохранителей, даже пытался изменить свою внешность. Сейчас все злоумышленники находятся в следственном изоляторе города на Шексне. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и степень участия в разбоях каждого подозреваемого. «Первоначально им предъявлено обвинение по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет». Правоохранители не исключают, задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений и просят всех, кто узнал в этих людях своих обидчиков, позвонить по телефону 02.